добрый день один из пользователей приложения ашим каскада спрашивает почему в цифровом задачке нет возможности выставить количество разрядов числа как это было как это есть возможность в индикаторе то есть он хочет например выставить задать время и задать 16 0 5 и у него возможности видеть он будет только пятерки то есть у страж какая в этом логика что задатчик уже индикатор одновременно то есть а почему не задается количество разрядов ну отвечаю то есть внешне они похожи но тем не менее задатчик это надо сказать наиболее более ответственная компонент в том смысле что иногда возникает необходимость в задатчике ограничивать количество то значение которое мы вводим например если мы задаем температуру то ошибки я не могу ввести больше ста допустим если мне нужно вводить только 80 вдруг кто-нибудь задаст 800 поэтому для задачика важнее не количество разрядов которые он задает а количество значение максимального числа то есть это более как сказать гибко надо вам 65000 вы ограничили 65000 а сколько там уже разрядов получите статичных это неважно а в индикаторе его задача отображать все что есть тут как говорится в этом смысле он менее ответственный а задатчик это все-таки как сказать это орган управления можно так сказать поэтому здесь и привязка идет не количество разрядов а к максимальному числу и минимальным которым можно задать с помощью этого компонента но тем не менее есть простой способ как решить вашу задачу давайте посмотрим вот сейчас я чем речь есть вот есть индикатор вернее это задачик а вот индикатор но если вы задаете время то там как правило допустим вы захотите задать там два единичных разряда количество разряда вот здесь мы сделаем 2 потому что время большим количеством не задается вот да то есть вы хотите что у вас вот так было нет проблем то есть сейчас мы вот она работает как смотрим смотрите задать новые значения 5 вводим 5 да а здесь отображается на 5 вам хотелось бы чтобы тоже отображалась на 5 ну так для этого берем за датчик и индикатор делаем у один регистр неважно системный или с устройством делаем только один и теперь берем один индикатор накладываем на 2 и делаем и делаем в настройках а вот цвет текста прозрачным окей все и теперь запускаем что мы делаем нажимаем мы для нас это уже все равно это задатчик или индикатор мы не разбираемся набираем там число 7 пожалуйста видим 707 как вы и просили нажимаем 17 там минут или часов получаем 17 то есть все разницы нету просто но согласитесь что для задачка и набивать впереди нули это ну так сказать или ограничить их но это так не делают во многих приложениях наоборот борется чтобы убрать эти незначительные нули даже в индикаторах вот в задачках тем более это не не просто не оптимально а вот таким способом все сделано теперь если их надо размножить останавливаем вы делаете такую комбинацию так теперь вы что делаем выделяем копируем его сразу прям пара копируется естественно здесь появится все равно поменять адреса то есть вот прозрачный компонент а вот тот компонент который есть поэтому лучше наверно скорее всего так делать парами сначала а потому что адреса вам нужно будет присваивать разные поэтому копируем здесь конечно не пойдет вы создаете там 10 штук 20 штук индикаторов 20 задачи на задачи к и потом адреса прописывайте совмещаете я думаю здесь вот для того чтобы совместить вот особых проблем пусть не нужно не вернее особо проблем нет совместить компонент на этом все спасибо такая вот это скорее всего из-за заряда маленькие хитрости